Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами делать слоеное тесто. Не бойтесь, это довольно просто и на самом деле занимает лично минут 15, максимум 20 вашего времени. Единственное, нужно время на остывание в холодильнике. А так на самом деле все намного проще, чем кажется и я сейчас покажу, как это делается. Получается очень такая слоеная, красивая, расслоистая выпечка. С нее можно делать любые слойки и с грибами, и сладкие, и не важно какие. У меня это будет тортик поленом. В общем, давайте вначале пока приступим. Отвесила вначале всю муку и с нее отбираю где-то стакан муки. Сразу в муку добавляю соль и буду добавлять сюда растительное масло и уксус. Можно уксус заменить просто лимонным соком. Чайную ложку лимонного сока. Но мне кажется, просто с уксусом тесто расслаивается немножечко лучше. Растительное масло нужно именно для того, чтобы тесто было более эластичным. Добавляем сюда жидкость. В идеале добавляете просто воду. Я буду добавлять в этот раз сыворотку, но только потому, что она у меня есть. И почему бы и нет. Я для домашних могу сделать, какую хочу, собственно. Поэтому в этот раз добавляю сыворотку. И теперь начинаю вымешивать руками тесто. Замешиваем довольно быстро и подпыляю муку, если она нужна. Замешиваем около где-то 2-3 минут. У меня вся мука не ушла. Получается довольно упругое тесто. В нем еще кликаевина не работает, поэтому оно рыхлое. Поэтому упаковываем его в пленку и отправляем в холодильник минимум на полчаса. У меня осталось ровно полстакана муки. Стакан у меня 200 граммовый, граненый. Теперь, пока у меня тесто уже начало остывать, займусь маслом. Масло у меня из холодильника, такой же температуры, как у меня должно в итоге получиться и тесто. Беру пергамент, складываю его квадратом. Вы видите, я распределила плюс-минус равномерно там масло, чтобы мне просто удобнее было. И теперь из пергамента складываю квадрат, такой, как мне визуально нужно получить из масла квадрат. Переворачиваю, чтобы ничего не вылазило. Немножечко побью скалкой и начинаю аккуратненько прокатывать. Сильно резко это не делайте, потому что можете прорвать просто пергамент, и у вас начнет вылазить масло. Аккуратненько прокатывайте. Благодаря тому, что с пергамента выходит воздух и внизу, и по бокам, поэтому у нас прекрасно раскатывается. То есть, в полиэтилене или в пленке у вас не получится сделать такой идеальный квадрат. Отправляем его тоже на ровной поверхности в холодильник. После того, как тесто у нас полежало где-то с полчаса, вы видите, оно стало намного более эластичным. Бывает, конечно, и лучше. Если полежит у вас подольше, можете вообще его сделать на ночь, то оно будет еще более пластичным. Достаем из того же холодильника наш квадрат и выкладываем на тесто. Замерял, чтобы по длине у меня получилось как два квадрата. И для тех, кто лепил варенье, никакой проблемы не составит залепить наше тесто полностью вокруг нашего квадрата из масла. Я это делаю вот так. Так, мне кажется, проще всего. Не нужно никакие надрезы, цветки катать и складывать четыре раза. То есть, это один из самых простых, на мой взгляд, вариантов. Припыляем рабочую поверхность мукой и аккуратно-аккуратно прокатываем. У меня вон там проявился кусочек воздуха, лучше, чтобы у вас весь воздух вышел, когда вы будете упаковывать. Складываем тесто вот так вот в три раза. Сейчас просто хочу выпустить воздух, который у меня зашел. Он мне здесь совершенно не нужен. И вот в таком виде, прикрыв пленкой, выкладываю на пергамент, отправляю в холодильник, опять же, минимум на полчаса. И вот так вот делаю несколько раз. Я, собственно, не буду раскатывать все 486 слоев, как положено по супер рецепту. Я буду раскатывать меньше. Смотрите, у меня сейчас, кстати, получился довольно широкий пласт. И в длину я его больше катать не хочу, поэтому складываю его в ширину в этот раз. Абсолютно это здесь значение не имеет. Слои у нас точно так же переслаиваются. Я делала вот это вот слоение три раза. Делайте его от трех до пяти раз. И получится у вас красивое, слоеное и просто очень-очень вкусное тесто. Вкусные вам выпечки. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.